Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Одна из самых торжественных дат суверенной Белоруссии, День матери, безоговорочно принята людьми и является одной из самых значимых. В Брестском горосполкоме мэр Бреста Александр Рогачук провел торжественный прием и вручил почетные награды многодетным матерям. Сверить часы и определить, в каких направлениях сегодня нужно работать, чтобы предупредить беду, в Бресте прошел городской День охраны труда. От простейших печатных станков и ручного набора до современных цифровых компьютеризированных технологий. От черно-белой печати до яркого и красочного изображения. Брестская типография принимает поздравления с 80-летним юбилеем. И это лишь части тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты в больших субботних новостях. 14 октября в Беларуси отметили День матери. Праздник своими корнями уходит в глубину веков. В каждой культуре свои особенности его зарождения, но есть и то, что объединяет – почитание и уважительное отношение к маме. В этот день в Брестском горосполкоме состоялось вручение почетных орденов матери многодетным жительницам областного центра. Какие еще сюрпризы ждали представительниц прекрасного пола, расскажет Мирослава Коваленко. Все эти прекрасные брещанки – представительницы различных профессий. У каждой свои заботы и свои домашние хлопоты, и все они – многодетные мамы. Практически каждая проживает в юго-западном районе Бреста, но до этого дня женщины не были знакомы между собой. День матери стал поводом для их встречи. Руководство Брестского горосполкома традиционно решило сделать этот праздник особенным. В этот день я хочу сказать, что наш город, областной город, – это единственный город с естественным приростом населения. Это город, в котором проживает более 5000 многодетных семей. Это город, в котором живут самые красивые женщины. Поэтому всех с днем матери, со стороны органов, со стороны городского исполнительного комитета мы и дальше будем делать все возможное, чтобы те женщины, которые решились на этот материнский подвиг родить не одного, а много деток, чувствовали себя комфортно и защищенно. Орден матери получили семь брещанок, но приглашено было гораздо больше многодетных женщин. Все они активно участвовали в подготовке к тысячелетию города. Из каждой из них пообщался председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Говорили обо всем – о городской жизни, о школах и детских садах, о медицине и транспорте, и, конечно же, о детях. Каждая женщина спешила поделиться и своим опытом материнства. Я многодетная мама, у меня пятеро детей. Интересная очень разница в возрасте. Дети один старше 27 лет, а младшему скоро будет полтора. Вообще здорово, что в нашей стране наш незаметный труд каждодневный, матерей, ну, каким-то таким образом приятным, не остался незамеченным. Что нас поздравят, нас отметят. Елена Мамедова – не только многодетная мама. Она также и учитель-дефектолог школы номер 11, которая открылась в Бресте в начале этого учебного года. Женщина выразила благодарность руководству города за такой подарок тысячелетию. Ведь это учебное заведение посещают и ее дети. Хочется сказать большое спасибо за созданный уют в этой школе, за те условия, которые за лингофонные кабинеты в кабинетах иностранного языка, за спортивные площадки, за множество спортивных залов, гимнастических залов, значит, за тренажерный зал, потому что дети имеют возможность совершенствовать свои спортивные умения, развиваться, достигать каких-то успехов новых и к чему-то стремиться. Мамы – самые близкие и родные каждому из нас. А слова благодарности им будет приятно слышать всегда, а не только в День матери. Городской день охраны труда прошел накануне в Брестском горосполкоме. Традиционно он собрал представителей организации и объединений, занимающихся мониторингом соблюдения требований безопасности на производствах, а также тех, кто сегодня занят в реализации смежных товаров – формы, касок, зацепов, веревок для монтажных работ. Проведение мероприятия – это хорошая возможность сверить часы и определить, в каких направлениях сегодня нужно работать, чтобы предупредить беду. К сожалению, пока говорить о том, что на производствах нет несчастных случаев, нельзя. С основными спикерами формы безопасности пообщалась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Что такое безопасный труд и почему так важно соблюдать определенные правила поведения на производстве – тема очередного городского дня охраны труда. Программа открытого диалога была структурирована таким образом, чтобы не просто обсудить насущные проблемы, а найти способ решить их. Как показывает практика, многое в вопросе обеспечения безопасных условий труда зависит от отношения к требованиям руководителей. Современное производство – это масштабный комплекс, каждый отдел которого отвечает за выполнение своих задач. Где-то они имеют более специфическую направленность, где-то условия для работы максимально приближены к обычным, бытовым. Однако это нисколько не исключает тех требований, которые предъявляются как к помещениям, так и к самим рабочим и к технике безопасности. В городе Брисе работает активно очень мобильная группа. В текущем году мы произвели 73 выезда, проверили 168 субъектов хозяйствования. В этом году выявлено более 3000 нарушений по каждому субъекту хозяйства, где мы выезжали, даны рекомендации, установлены сроки и поставлен контроль. Большую поддержку руководителям на производствах оказывают профсоюзные лидеры. Представители первичек стараются держать руку на пульсе. Если замечают, что на отдельные аспекты обеспечения надлежащих условий труда администрация закрывает глаза, то немедленно сигнализируют, работая в тандеме с общественными инспекторами. Почти 12100 человек это общественных инспекторов труда, которые, хотелось бы, конечно, чтобы они работали более активно, но там, где служба охраны труда, предприятий, организации, их в свою систему, скажем так, внедряет и работает совместно, там есть результат. Личная защита и соблюдение техники безопасности – еще одна составляющая эффективной реализации программы по охране труда. Сегодня белорусские и зарубежные производители рады предложить руководителям предприятий суперсовременную экипировку, которая смогла бы предотвратить возможные несчастные случаи. С ней участники встречи могли ознакомиться в фойе. Для каждой дневной визу деятельности, во-первых, существуют заказательства утвержденные требования, какими свойствами должна та или иная одежда, либо обувь обладать. Естественно, с учетом этих спецификов мы производим одежду, обувь. То есть рабочий костюм, он один не может подойти для всех специальностей, понимаете. Есть защита от повышенных температур для сварщиков тех же. К сожалению, полностью исключить несчастные случаи на производстве не получается. Уже в более узком кругу рабочая группа рассмотрела каждый в отдельности случай. Как правило, причина случившегося – халатность и беспечность, искоренить которую можно только в формировании правильного отношения к вопросам коллективной и личной безопасности. И то, что это отношение меняется, подтверждают мониторинги. Конструктивные критики теперь прислушиваются. Если проанализировать и посмотреть наши выезды, да, вот мобильный групп, если в прошлые годы как-то руководители субъектов хозяйств относились к этому, как-то, а, очередная проверка и так далее, то сегодня они благодарны, потому что это ни в коем случае это не штрафная дистанция, это работа на предупреждение. И, соответственно, многие руководители уже нас благодарят за то, что мобильная группа приехала, увидела, потому что где-то уже привыкаешь к каким-то моментам, где-то уже не замечаешь, где-то глаз замылился и так далее, и так далее. Поэтому относятся сегодня очень и очень положительно, потому что это прежде всего жизнь своих работников. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Продолжит выпуск тема весьма актуальная. Мы предлагаем поговорить о бесхозяйственности. Поверьте, ее самым ярким примером являются стихийные свалки. Нет, их число в городе с каждым годом не растет. Так заверили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Но проблема несанкционированных свалок остается актуальной. В Бресте на учете у экологов находятся десятки засоренных мест. Свалки в лесных массивах, вблизи частных подворьей, есть проблемные точки даже в центре города. Какая ответственность грозит тем, кто осознанно оставляет после себя грязные следы? Расскажем прямо сейчас. Строительный мусор, бытовые отходы и даже мешки с осенней листвой. Так называемые остатки цивилизации. Рядом с оборудованной контейнерной площадкой всего в паре десятков метров от дачных домов. Брещанин Леонид Григорьевич так и говорит. Приходится жить среди настоящей свалки. Иногда она исчезает, но на следующий день все возвращается на круги своя. Мужчина уверяет, это дело рук местных жителей. Сюда, на Октябрьскую 13, свозит мусор вся Киевка. Сегодня или завтра, допустим, заберут. Через пару дней появляется здесь. И вот там целая куча. Всяку-всяку-всяку. Только везут мешки и рубероиды, и стекло, пожалуйста. Все. Против такой бесхозяйственности отдельных граждан действует закон по обращению с отходами, который гласит. В случае, если коммунальные службы, то есть мусороперерабатывающий завод, создал все условия для раздельного сбора отходов, жители обязаны их выполнять. Так как и куда правильно вывозить мусор самостоятельно? Каждая контейнерная площадка оснащена информационным стендом, на котором указано, в какие контейнеры, что необходимо складировать. Также указана информация о месторасположении приемных пунктов, на которые можно отвезти собственным транспортом, как строительные, так и крупногабаритные отходы. То есть те отходы, которые собрались в большом объеме. Кроме этого, всю интересующую информацию с телефонами и адресами приемных пунктов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора крупногабаритных отходов можно найти на сайте Брестского мусороперерабатывающего завода. Помимо этого, предприятие может оказать другие дополнительные услуги. Если у вас производятся какие-то строительные работы, допустим, ремонт дома, либо какие-то демонтажные работы, у нас есть такая услуга, как заказ контейнера для строительных отходов. То есть вы пишете заявление, оплачиваете определенную сумму, и в тот день, который вы согласовали непосредственно с нашим специалистом, вывозится, устанавливается на вашей территории контейнер, в который вы можете загрузить все свои отходы строительные, и уже это будет вывезено на определенную площадку. Словом, путей решения проблем с вывозом мусора множество. Кстати, меры, которые позволяют изобличить и наказать нарушителей, тоже есть. Самый простой метод борьбы с теми, кто оставляет после себя грязные следы – фотоловушка. В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят, достаточно одного лишь фото с номерами автомобиля, и за бесхозяйственность ответят. Причем крупно штраф от 5 до 50 базовых величин. Хотелось бы и также к гражданам обратиться, чтобы фиксировали такие моменты на телефон, возможно, на фотоаппарат, и передавали в нашу инспекцию. Штрафы довольно-таки приличные. Ну, если хотим жить в красивом городе, необходимо как бы и следить за чистотой в городе, и не допускать таких нарушений. Чаще всего такие нарушения происходят на бульваре космонавтов, Советской Конституции и защитников Отечества. Можно, конечно, надеяться, что благодаря работе коммунальных служб улицы станут чище, но пока сами жители не будут нести ответственность за свой мусор, велика вероятность, что надежды так и останутся надеждами. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Повар – одна из самых популярных профессий в мире. Специалисты, способные из простого набора продуктов сделать настоящий шедевр, легко найдет работу в любом заведении. Потому людям, избравшим эту профессию, посвящен отдельный праздник, который отмечается 20 октября. Наш корреспондент Мирослава Коваленко познакомилась с шеф-поваром кафе «Карпе Диимы» и узнала все секреты этой творческой и вкусной профессии. Когда появилась профессия повара, история умалчивает. Но люди, которые любят готовить, были во все времена. Кстати, самыми лучшими кулинарами принято считать мужчин. Яркий тому пример – шеф-повар кафе «Карпе Диим» Михаил Цапков. В свои 23 года молодой человек четко определился с профессией. Ради карьеры повара он даже забросил учебу в университете. И все для одной цели – радовать людей красивыми и вкусными блюдами. Я всю жизнь мечтал стать капитаном корабля, плавать. И когда попадаешь в ресторан, понимаешь, что это как штурм одного корабля от другого. То есть здесь есть ты на команде, отбиваешься от гостей, а гости все идут и идут. То есть идет какая-то идиллия, что после смены выходишь и ты понимаешь, что ты накормил там 300-350 человек. Я работал только в таких больших заведениях. И приятная дрожь, мурашки, вот это вот заставляет двигаться дальше и не думать о деньгах. А думать шеф-повару приходится много о чем. В его обязанности входит не только отслеживание всей работы на кухне, но и разработка рецептуры блюд и контроль технологических карт. Но в таком напряженном кулинарном графике Михаил не забывает. В первую очередь он творец новых гастрономических шедевров. Я всегда считал, что все, что мы делаем в жизни, это искусство. А вот именно тарелка – это как холст. То есть я всегда сравнивал каждого повара как Пикассо. То есть Пикассо, он творил все, что хотел. То есть он не рисовал какие-то стандарты, квадрат Малевича. Это тоже в какой-то мере творчество. Но я могу украсить одну и ту же тарелку, одно и то же блюдо несколько десятков раз по-разному. И гостю принести одному и тому же, он каждый раз будет с восхищением есть. Это потому что ему нравится, что за его блюдом следят. Кафе ресторанного типа «Карп и Дием» хорошо знакомо брещанам и гостям города. Здесь представлен спектр разных кухонь мира. Азиатской, Средиземноморской и Белорусской. Роллы, стейки, пиццы, пасты – это то, что любят гости заведения. Конечно, в каждое из блюд повар вкладывает свою душу. Сегодня мы будем с вами готовить классический вог. Вог – это лапша, приготовленная на большой температуре. С добавлением овощей, мяса и тому подобное. Вот наш вог с говядиной и овощами готов. Приятного аппетита! Ждем вас в нашем кафе. Вечером в «Карп и Дием» царит особая атмосфера. Это напоминает отдельный мир, в котором тепло и уютно. Согревают разговоры, улыбки, звон бокалов, внимание официантов. Гости раскрывают свои кулинарные пристрастия. А повара смело превращают их мечты в реальность. Есть среди посетителей и постоянные клиенты. Кстати, «Карп и Дием» уже давно стала вторым домом для гандболистов брестской команды имени Мешкова. Очень вкусный стейк. Салат с белой рыбой и креветками. Но все вкусно здесь. А почему выбираете именно это заведение? Ну, потому что вкусная еда. Еда в «Карп и Дием» действительно потрясающая. Кстати, это оценили и любители гастрофеста, который недавно прошел в Бресте. По оценке «Альфа-банка» и «Радио Пилот-ФМ» это заведение заняло первое место. Секрет успеха прост – любить своих гостей и делать все, чтобы они сюда вернулись. И не раз. Повар – это не профессия, это призвание. И самое дорогое для него – это, конечно же, благодарность клиентам. Спасибо большое, это настоящий шедевр. Вот он, рецепт идеального вечера, который мы провели в «Карп и Дием». Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрите программу «Итоги недели» на «Бук-ТВ» говорим о важном. Проблема наркомании и наркозависимости не теряет своей актуальности уже десятилетия. Конечно, ужесточение законодательства и определение более строгих мер за сбыт и хранение наркотических вещей, стало своего рода мерой регулирующей. Однако с каждым годом бороться становится все сложнее. Наряду с традиционными наркотиками появляются синтетические. Поначалу спайсы, теперь соли. Привыкание к ним более быстрое, а способы лечения более трудные. Причем за помощью, как правило, близкие употребляющих обращаются лишь тогда, когда проблема набирает достаточно серьезные обороты, а пути назад практически нет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель и пообщалась с авторитетными экспертами, давшими объективную оценку ситуации. Неуравновешенность психики, беспричинная агрессия по отношению к окружающим, при этом панический страх и бессилие. Введение. Так начинается так называемая ломка, когда стадия наркомании далеко зашла за начальную. Это ужасное зрелище нередко можно увидеть в кадрах социальной рекламы. В жизни куда страшнее. Именно поэтому борьба с наркоманией и тема сбыта наркотических средств поставлена нашей стране на особый контроль. В последние годы отмечается трансформация нелегального наркорынка в сторону вытеснения наркотиков растительного происхождения синтетическими. Если еще лет пять назад умы белорусов будоражили жуткие кадры поведения подростков, употребляющих спайс, то теперь в центре внимания правоохранителей и медиков так называемые соли. Где-то процентов 58, это все-таки еще пока в структуре, состоящих на учете у наркологов, это все-таки опиоидная наркомана. Но еще раз повторяю, что молодежь теперь не идет по этому пути. Они ищут более простые, доступные способы получить какое-то впечатление иллюзорное от других препаратов. Основные пути попадания на учет и наблюдения у наркологов, это через сотрудников правоохранительных органов и по сведениям из медицинских учреждений, куда они попали в силу каких-то осложнений, побочных действий этих препаратов. Родители делают это очень редко, потому что постановка на учет в наркологических учреждениях, кабинетах, несколько меняет возможности дальнейшего жизненного карьерного роста. Постановка на учет исключает ряд профессий, специальностей, которые можно занимать, состоя на учете у наркологов. Родители надеются до последнего, что чадо исправится, возьмется за голову. Но это скорее исключение, чем правило. Быстрая зависимость – главная проблема с Олей. Дешевый кайф, к сожалению, уже на прилавках интернет-магазинов. Однако на каждую новую уловку преступников правоохранитель находит свою систему ответа. Недавнее задержание жителя областного центра – один из ярких примеров эффективной работы. Был задержан житель областного центра 1991 года рождения, который на территории Российской Федерации приобретал психотропные вещества, такие как параметилэфедрон и альфа-ПВП, и сбывал их на территории города Бреста. В частности, было обнаружено более 40 грамм таких веществ. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К сожалению, проблема порой оказывается ближе, чем мы думаем. Преступники развивают производственную деятельность даже в домашних условиях, выращивая отдельные виды наркотиков в цветочных кашпо или культивируют на участках, например, мак. По отдельным случаям специальные проверки по установлению характера вещества и наличию в них наркотических элементов проводят эксперты. За 8 месяцев текущего года экспертами Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области проведено более 850 экспертиз наркотических средств и психотропных веществ, из которых львиную долю составляет именно исследование наркотиков растительного происхождения. Это более 600. Кстати, в категории наркозбытчика человек может оказаться и по незнанию. В такую ситуацию попали однажды туристы, провозившие через границу не совсем обычные цветочные букеты. Было обнаружено два букета, которые состояли из полевых цветов. Также в этих букетах были головки мака. Они также были направлены на химическую экспертизу, в ходе которой установлено, что растения роддомаг не содержатся в своем составе наркотических и психотропных веществ. Однако, несмотря на заключение эксперта, данное обстоятельство доставило дополнительные хлопоты и неприятности владельцу данного букета. Проблема наркомании и наркозбыта глобальная. И несмотря на то, что количество официально зафиксированных фактов сбыта и употребления наркотиков больше не становится, медики и правоохранители детально изучают каждый случай. Пусть лучше эти кадры останутся фрагментами художественной кинопленки, нежели документальной съемкой, основанной на реальных событиях. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Дворбокуно, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А в заключение сюжет о юбилее. От простейших печатных станков и ручного набора до современных цифровых компьютеризированных технологий. От черно-белой печати до яркого и красочного изображения. У брестской типографии юбилей, причем очень солидный. 20 октября одному из самых старейших городских предприятий исполняется 80 лет. Дата знаменательная, впечатляющая и очень яркая. Наша съемочная группа побывала на предприятии и понаблюдала за тем, как белые холсты бумаги превращаются в газеты, журналы, книги, буклеты, плакаты и календари. О специфике печатного дела расскажем прямо сейчас. Здесь каждый день все начинается с чистого листа. Брестская типография словно полиграфический муравейник. Работа одновременно кипит на трех этажах. Каждый сотрудник от таковых на предприятии порядка сотни занят своим делом. Утро Людмилы Тереховой уже 36,5 лет начинается в 5, потому что за рабочим компьютером женщине нужно быть уже в 7. Ее задача – верстка, книга, журналов, бланков, документов для различных предприятий, организаций и учреждений Бреста. В трудовой книжке всего одна запись. Раньше мы работали наборщики вручную. Это вот весь наш третий этаж, вот где мы сейчас находимся, был наборный участок. И там все мы делали, если здесь вот мы набираем, то там это каждая буковка, все по отдельности. Вот у нас был верстак, и мы держали, все набирали вручную. Это все было. Потом были строгоотливные машины, это «Ленотип» назывался, и вот мы верстали именно газету. Я вот свою работу люблю, поэтому для меня все легко и все хорошо. Побывав в одном из старейших городских предприятий Брестской типографии, понимаешь, здесь царит особая атмосфера. Угул станков, в воздухе витает особый запах, свежеотпечатанные краски и новые бумаги. Светлана Мещук дышит своей работой 37 лет. Сегодня женщина трудится за одним из старейших оборудований предприятия. Плоскопечатной машиной. Заказы на ней выполняются редко. Когда-то не было осветной печати, не было цифровой печати, была высокая печать. Еще когда-то, наверное, во время войны листовки тоже печатали на такой машине. Продолжая лучшие традиции, заложенные поколениями полиграфистов, Брестская типография перевооружается технически и постоянно развивается. Проходит модернизация оборудования, осваиваются новые направления печатного дела. Потому сегодня здесь предлагают широкий спектр услуг. Заказы самые разные, от визиток до книжных изданий. В год здесь выполняют порядка 15 тысяч заказов. Очень много делаем и заказной продукции. Мы работаем практически со всеми игрообразующими предприятиями, крупными флагманами. И очень много мелкой заказной продукции. То есть и своя собственная продукция. Мы делаем бумажно-беловые товары. Здесь работает очень слаженный, очень профессиональный и грамотный коллектив. Я вот хотел сказать спасибо всем, кто все эти 80 лет помогал типографии, как говорится, превратиться, как сегодня, в современную типографию, которая прошла путь от ленотипов, от высокой печати и к современным цифровым технологиям. Только на газеты уходит порядка 40 тонн бумаги ежемесячно. К любым заданиям, а каждый день они разные, сотрудники проявляют креативный подход, выполняя свою работу оперативно, ответственно и творчески. Если ошибки начинаются здесь, то они уже будут везде. Соответственно, здесь вся ответственность основная находится здесь. Здесь тихо и спокойно практически не бывает. Но в день праздника в типографии на несколько минут наступила тишина. Коллектив предприятия собрался в актовом зале. Поздравления, подарки и, конечно, награды. Поздравить так называемых «печатников» с 80-летним юбилеем предприятия пришли представители вертикальной власти. Удержаться сегодня, когда конкуренция на этом рынке достаточно высока, сложно. Мне кажется, успех типографии и то, что сегодня она работает прибыльно, что устойчиво развивается сам трудовой коллектив. Удается реализовать очень много проектов, в том числе и амбициозных, связанных с модернизацией производства. Говорит о том, что ведется грамотная маркетинговая политика. Это сильный, грамотный управленческий подход. И, конечно же, это подготовленные кадры. То, что нашей Брестской типографии удается держать высокую планку и в этом направлении, это, конечно, большой плюс. И, конечно, 80 лет типографии, как и 80 лет области, это еще один повод для гордости за то, что Центр печатания газет, на котором мы делаем большую ставку, он видит перед собой перспективы. И, конечно, мы уверены, что впереди типографию ждут новые успехи. И мы всегда будем знать, что Брестская типография – это знак качества, надежности и гарантии профессионализма. Конечно, в этот день говорили о многом. О том, какой путь прошел коллектив предприятия за долгих 8 десятилетий, о технических возможностях и планах. Но самое важное, что подчеркивалось в выступлениях – труд большого и слаженного коллектива типографии, пытливым умом и руками которых чистые листы бумаги превращаются в яркие и живые издания. А потому, конечно, люди – главные герои большого юбилея. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни октября. Осень имеет какое-то спокойное настроение, немного меланхоличное. В октябрьский день даже привычные шумы и суета будней становятся более умеренными, как бы приглушенными. Создается ощущение, что осень действует успокаивающе не только на природу, которая готовится к зимней спячке, но и на большие города с бешеным ритмом жизни. Все поддается ее власти. Каждый чувствует особую атмосферу осени. Находите прелесть в каждом времени года. Будьте оптимистами, и вам улыбнется удача. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 20 октября погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью и утром по северо-востоку Витебской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В Бресте будет облачно с прояснениями. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 11-13, максимальная днем 17-19 градусов. 21 октября на большей части страны погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Лишь днем по северу Витебской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Яркий солнечный день и комфортный южный ветер порадуют брещан в начале недели. Будет очень тепло. Синоптики прогнозируют 11-13 градусов со знаком плюс. В ночные часы дневной максимум составит 20 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова